шалом роха прошлом раз мы углубились во внутрь этого места где находится нишама где находится наша душа и она точно еще помнит о всем том пути и тех вещах которых она может достигнуть в этой жизни она напоминает нам этом внутри и как человек должен поступать когда у него появляются сложности по пути чтобы добиться этого как не отчаиваться как не жаловаться это был прошлый наш урок сегодня что-то жизневажное что-то что очень фундаментальное и мы постараемся это очень практическая вещь это связано с иммуна с верой это исоид это фундамент всей нашей жизни как сказано что иммуна душа это душа еврейского народа поэтому мы постараемся понять как она действует на нас как мы познакомимся с самим собой мы сможем понять лучше других какие противоречия встречаются когда на уровнях этой эмуны и как она переходит в бетахон уверенность и как это выглядит нашей жизни все началось у как мой шибой рассказывает с одной очень интересной истории персональной истории которая произошла с ним и там был вопрос был заданным вопрос на который у него не было ответа и после этого это привело к тому что он решил разобраться в этом как именно иммуна и как эти уровни это веры они действуют на нас и как они как можем посмотреть и понять противоречия в нашей жизни в нем еще бояр он был около семь лет и семи лет он преподавал в ещеве где было специально как мы рассказывали ребята которые не смогли ужиться в нормальных ещевод и для них открыли специальная небольшая ещева где можно было индивидуально каждому помочь и как-то максимально справиться со всеми сложностями которых не были в один день он давал урок и где сразу было с элхот мастер что каждый человек должен отделять десятую часть от своего заработка когда эта тема зашла началась очень живая дискуссия между ребятами и также другими раввинами которые там были что сказано с одной стороны что когда ты даешь десятую часть то ты можешь испытывать творца это вы что человек может сказать что если я дам даю cdk даю благотворительность я даю эту десятую часть моих заработков на средства для бедных и так далее тогда я могу просить у творца чтобы он не помог в каких-то вещах которые требуются для меня и здесь было очень интересно у каждого было что сказать некоторые считают что это они пробовали это не работает у них другие сказали что да наоборот как только это они они делают у них да это получается и другие сказали что нет это только когда пятую часть 10 часть это недостаточно хоймиш нужно пятую часть отделять и у каждого что сказать рабояр сам он не вмешивался но после урока один из ребят один из бахурим один из ребят которые там учились он подошел к нему и спросил а какой закон насчет наследство человек получает наследство он тоже обязан отделять десятую часть или нет на что рабояр сам он знал ответ но он не хотел себя представить как халахический авторитет поэтому он сказал что давай подойдем к большому рабу и ушелаем даян и спросим его и действительно не отправились к нему чтобы тоже для этого молодого человека научить его как задавать вопросы как что у него была шайхас была связь с раввинами и так они задали этот вопрос и получили очень четко ясный ответ что конечно нет никакой разницы человек заработал что-то или он получил наследство от него ожидается требуется чтобы он отделил десятую часть в после этого на следующий день в это еще век кроме всего они старались чтобы у бахурим этих ребят было все организовать для них максимально чтобы помочь им расти одна из вещей что они сделали они открыли для каждого из ребят счет банки и если кто-то уходил большой минус или были какие-то резкие изменения на счету то банки сообщали об этом расширшивы или кому-то из из управления чтобы они могли учат помочь и предотвратить какие-то сложности здесь рабояр он как раз был ответственен за это он получает ему звонят из банка и говорят что сегодня из одного из счетов ребят из ишивы было много-много тысяч шекелей кто-то изъял из своего счета а когда он спросил кто это был они скажут что у нас здесь это не написано нужно будет узнать хорошо узнайте кто это был чтобы проверить что что случилось и он забыл об этом на следующий день внезапно его решива управляющий ишивы зовет рабояр и говорит что армойши вот вам пачка денег отправляйтесь как можно быстрее купить новые книги для ишивы и это была большая пачка денег и что что случилось как обычно обычно они зарплату не платили вовремя тут такая большая сумма и какая спешка спешите потому что может быть тот кто это дал он изменит свое мнение он пожалеет поэтому нужно быстро это использовать эту возможность чтобы были новые книги новый талмуд новый хумаш для все ишивы то что очень пригодится окей действительно он отправляется быстро он заказывает нужно было заказывать целый грузовик наполнен книгами все еще его приходит помогает большая радость но позже когда он уже находится будет метраж и тот молодой человек под подходит к нему и которого спрашивал насчет мастер насчет отделение десятой части и спрашивает его а откуда у ишивы есть эти средства купить новые книги на что работа рассказать но в израиле есть такое выражение что ты тоже хочешь знать номер моей обуви имеется ввиду а что почему тебя так интересует и тут этот мальчик говорит что может быть кто-то дал это для ишивы эту сумму и тут рабояра вспоминает 1 2 3 он вспоминает как этот парень спрашивал его насчет наследство он помнит звонок из банка и он помнит что решила дает ему деньги он складывает это вместе он говорит это ты дал ишиве эту сумму как бы так удивлен потрясенный такой у нас стадик такой правильный молодой человек он хвалит действительно этот парень он унаследовал со своим братом четыреста тридцать две тысячи шекелей и они он получил 216 он отправился в банк сначала он спросил обязан на отделять ему сказали да он действительно отправился он даже не знал точно как это сделать он попросил 10 процентов мы вручили 21 1600 шекелей и он сразу же отправился круши шивы передал эти деньги сам он попросил о румойши бояра он попросил его чтобы он никому не рассказывал не хочет чтобы ребята знали что это от него поэтому чтобы это осталось между ними хорошо во время столовой время обеда один из учителей из этой ишивы он слышал кто об этом кто дал что этот парень дал эти эту сумму и он не знал что этот парень хотел скрывает это они что он не хочет чтобы там все узнали и он входит в обед перед всей столовой и объявляет громко говорит что о ребята все должны встать при выходе и поблагодарить нашего особенно вот этого правильного молодого человека который пожертвовал такую большую сумму и всем узнают что это он и ребята там разного уровня ребята некоторые наоборот сказали что зачем ты тратишь деньги на такие вещи лучше бы ты купил нам что-то другое лучше бы дал мне деньги на костюм лучше бы на обувь и так далее у них были другие разные идеи и так это самого видит что он узнал он ужасно расстроился ужасно разозлился он побежал к румаишберг что даже на час я вас спросил на час вы не могли промолчать вы уже рассказали этот секрет а можно сказать что нет это я не это я действительно никому не рассказывал и они поняли что произошла ошибка тот учитель извинился но внимание все об этом узнали теперь к нашей ближе к теме на следующий день в это я еще и были два молодых человека которые были самыми лучшими самыми умными самыми серьезными ребятами и они стояли около шкафов ок любимые около в синагоге в бейт-метраши и они поздавали раббояры что они хотят этого что-то от него спросить у него спросить он подходит к ним они говорят посмотрите что там внутри он смотрит внутрь это бимы этого шкафа он смотрит вынимает оттуда твилин он смотрит кого этот твилин этот твилин вот этого молодого человека который пожертвовал эту большую сумму лейшивы и тут они обращаются к нему с вопросом на который у него не было ответа и говорят мы не понимаем этот твилин здесь лежит уже больше месяца он здесь утром вечером ночью никто его отсюда не берет и этот молодой человек который этот бахур который не одевает твилин как это может быть что он пожертвовал эту большую сумму лейшивы как это может быть идет вместе ясно что от него ожидается что это самая-то самая как бы фундаментальная вещь начинающих что он должен одевать твилин каждый день это он не делает и другой стороны он идет на такой особенный поступок он берет из своего кармана такую огромную сумму и отдает ее для ищи вы и надо понять этот вопрос потому что если он например сказано что тот кто говорит масса это идет к ашрут это маша это дает человеку богатство если он это сделал чтобы разбогатеет чтобы делать другие вещи кто сказал что ты разбогатеешь ашем тот же ашем тот же творец сказал тебе него твилин как это может быть что ты готов доделать какие-то поступки с одной стороны из которых больших и ты не делаешь такие простые фундаментальные вещи что ожидается от каждого еврея одевать твилин каждый день как это может быть и сказал что очень важно если у тебя если вопрос останется с тобой когда ты уйдешь и тогда не отдавай никакого ответа нет виду что он мог бы сказать что-то но не что мне действительно этот вопрос он он его мучил и он сказал что он не давал никаких ответов и с этого началась его поиск понять вот эту вот всю тему ему на и понять вот эту пиццу вот этого раздвоение личности каком-то смысле да это такая видим тут как это шизофрения что у человек может с одной стороны он делает какие-то поступки которые очень особенные они как бы показывают его четкую уверенность что ашем от него что-то ожидает и с другой стороны делает вещи которые показывают что у него нету никакой веры в нашей жизни на на самом деле мы часто ведем себя очень похоже и это встречается людей когда мы можем с одной стороны очень соблюдать все доска досконально и быть очень осторожным очень аккуратным но когда идет доходит до разных вещей как лошанара например засловия что насколько это страшная вещь сравнивать с убийством на другие вещи у некоторых людей тяжело с кашрутом когда им что-то хочется действительно очень что-то любит какую-то особенную еду у других это может быть сниют скромная одежда каждого человека на мы видим что с одной стороны он может очень-очень находиться в каких-то местах каких-то сферах на высоком духовном уровне так это выглядит с другой стороны мы видим тот же человек поступает совершенно неадекватно и показывает что у него действительно нету вот этой сильно от этой иммуны это веры которая от него требует каких-то действий в еще один пример тоже из персональной жизни байра она такая оригинальная история одна группа бахурим из ешивы ребят поехала в тиверю отдыхать и они оставались в таком как отеле для для молодежи и хозяина этого отеля который был выглядел совершенно не религиозным он задавал им очень тяжелые вопросы философские вопросы о иудаизме они не знали как ответить не могли ответить и но они сделали правильно они сказали что у нас есть трав который сможет ответить на все ваши вопросы и это трав был есть травмоши бояр и они сказали либо тебе нужно ехать вам нужно ехать туда у него не было планов и это было совершенно не по пути и но они нам еще заставили буквально ему пришлось туда поехать в десять часов ночи встретиться с этим человеком чтобы отвечать на его вопросы перед тем как отвечать на все вопросы он уже понял когда он как бы он встретил его этот человек голову полностью с бритыми волосами с множество металлолома на на лице и с татуировками он оказался очень умным человеком очень остро такой он как бы его вопросы действительно были очень хорошо поставлены вместо того чтобы отвечать на все эти разные вопросы раббояр дал ему шиур дал ему небольшой урок который говорится о машмутахаим о значении жизни важности жизни что значит жизнь они давай сначала выучим вместе с тобой и потом посмотрим если еще у тебя вопросы и действительно поскольку кому это 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 урок который мамыш разрезает человека на на и показывает полностью что у нас внутри и показывать человеку жизнь и действительно после того как они вместе это получили вместе то это человек сказал что у меня нет действительно больше этих вопросов у меня нет я все понимаю и я должен вам сообщить что я уже хозер бычева я уже возвращаюсь я уже сегодня я начал соблюдать это что это значит что-то начал соблюдать сегодня я сказал весь шахарид значит весь шахарид утренняя молитва что-то у него есть молитвенник он прочитал сначала доминхи это он прочитал все все что связанные с расходы с ханука пурим а может быть брикат амазон тоже вот доминхи он прочитал все что там написано окей тогда рафа бояр спросил вас что вас предвинуть подвинула к тому к вашему поиску он сказал что есть один рав который приезжают сюда а из иерусалима и он дает уроки вот я ходил на них это меня привело к тому что задуматься и и поэтому я буду начинать соблюдать и рамойша бояр он объяснил что этот человек который туда приезжает давать уроки он нарушает публично перед всеми большинство вещей которые написаны в торе для чего который полностью он совершенно не адекватен он не знаю не окну делать вещи которые полностью идут против всего что написано в торе и его поразило как это может быть что такой человек он приезжает и он что-то говорит он что-то как-то старается повлиять на людей и тора если он сам полностью себя ведет наоборот во многих многих ситуациях это был его еще один пример там где бывает такое что это мы себе ведем очень очень противоречиво в надо понять как это работает значит начнем наше понимание что такое вот этот сот ему на это тайна ему на наши веры в растения когда мы смотрим на какое-то дерево то мы видим что некоторые стволы некоторые страна фруктов некоторые страна его растет в растения они более сочные они более живые они более сильные они были толстые с другой стороны некоторые из них они гораздо меньше от чего это зависит это зависит с одной стороны от среды от положения к солнцу но очень часто это зависит от корней если посмотрим на корень там увидим или он ближе к воде он более опять же сильный там нету никакого река вон никакой гнилости там нет никаких червей то если мы опустимся вниз и увидим эти корни тогда мы действительно увидим что это очень влияет на то как это дерево выглядит снаружи и это очень хорошо объясняет нашу ему ну нашу веру каждом человеке заложены на как в общем-то атеизм это уже совершенно доказано что это не нелогично и и человек сам внутри практически каждому даже не пока каждый из нас он мамин он верит и иногда только как это показывается когда он каких-то критических ситуациях но на самом деле на или когда человек становится старше и он начинает задумываться им прижать к смерти но автоматически человек рождается маме верующим в вопрос то что в нем заложено вещи которые действительно в нем часть его они 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 являются его широшим его корнями но они остаются как эмуната моах они остаются больше как в теории они остаются больше в вера моего разума или человек работает над этим становится частью меня и это пускается остается и на становится ему на талев верой которая она становится действительно жизневажной частью и я ее действительно по-настоящему практицирую другими словами у каждого человека влияет на него его родители его окружение и это в нем заложены вещи которые ему более натурально это его корни они приходят к нему совершенно очень-очень даже в любых ситуациях он будет за них держаться что они действительно заложены в нем очень сильно другие вещи которые это не случается и он не работал над ними тогда уже моих уже его разум будет решать что мне удобно что мне неудобно что мне хочется сейчас что мне хочется что мне приятно что мне полезно и так далее так далее это не стало его частью это ведет к тому что человек может быть очень противоречив он может делать вещи которые в нем заложены и он это частью потому что он получил их он вырос этим как хороший пример мы можем назвать лот лот он вырос в доме аврама вину для него ахнастат архим гостеприимство это был настолько частью его жизни поэтому когда ангелы приходят к нему и он начинает их защищать от жителей с дома нас настолько самоотверженно он ставит под риск всю свою семью он готов отдать на растерзание своих дочерей это неправильно и это не это не то что тора от него требует но это часть его и это это видим что равдеср идет настолько далеко что возможно что если что-то что это шаг делает потому что у него в нем это заложено у него нету на это они используют свою бихара свою свободу выбора возможно что он не получает за это никакой награды потому что они если никогда не работал над этим они никогда не старался чтобы это было стало им было тяжело чтобы это перебороть себе в этом тогда вероятно так как Схар, так как награда получается за работу, за какие-то усилия, тут это не было никаких усилий, поэтому это не часть его, не часть меня. Поэтому, когда у человека вот это есть иммуната моах, это только находится в разуме, это что-то, что становится моей привычкой. И действительно, даже когда мне тяжело, мы видим это у людей, они, некоторые вещи, для них это яро квалявор, это лучше умереть, но не нарушить это. И с другой стороны, другие вещи, которые в многом смысле более важные, там мне не обращают на это внимание. Почему? Потому что это что-то, что остается иммунат амоах, это вера разума. Она никогда не перешла и не стала в иммунат алеф и не стала частью меня. На прошлой неделе я сидел с одним молодым человеком, я готовил его, чтобы он рассказал о своей жизни немножко, и чтобы он научился говорить Девре Тора перед другими людьми, чтобы это дало ему какой-то навык, опыт. Он рассказывал, что он прошел через армию, и там часто он был на... недалеко от смерти. Позже он ушел из армии, и как часто это бывает в Израиле, то молодые ребята, они начинают экспериментировать разные вещи. У него это было связано с наркотиками. И он сказал, он рассказывал, что в один момент... У него было еврейское воспитание до этого. Но в один момент он сидел, рука его была полностью уже синяя от уколов, и он уже чувствовал, что еще чуть-чуть, и все, и конец. Он говорит, что в данный момент он понял, а вот когда я поднимусь наверх, что я принесу с собой? Что меня ожидает там? Какие хорошие... Что я достиг в своей жизни? Что хорошего сделал? Плохого, говорит, я достаточно сделал. Это на это наказание, это мне точно ожидает. Но что хорошего? Что мне там рассказать? Тот раб, который его... Мазир Бычева, который вернул его обратно, именно он известен тем, что он говорит о схаре ойныш, и он о награде и о наказании, и одно из больших ударений о наказании. Я видел в этом молодом человеке, что он еще в своем пути, и он еще как бы... Ему еще надо достаточно, ну, гораздо больше себя продвигать. Но в нем уже заложено это, этот принцип, вот у него есть безусловно, вот это ира-чамайм, вот этот трепет, страх перед творцом, перед наказанием, это в нем уже сидит сто процентов. Это что-то, что уже часть его. Поэтому он даже, он может это, он рассказывал другим, он может это передать. Это также он передаст это своим детям, Баязаташем. Надо еще дальше идти, гораздо больше, но вот это уже часть его. В... Другими словами, мы видим, что есть много-много сфер, есть разные митсвот, из разных заповедей, в которых человек может очень-очень преуспеть и очень быть осторожен, а в другие совсем нет. Поэтому Равдеслер говорит, Равдеслер пишет, что не советуется для нас принимать на себя какие-то хумрот, какие-то устражения, вещи, которые будут нас... делать, что мы чувствуем, что мы просто цедяки. Я просто правильник. Посмотри на мои цициды. Ни у кого нету таких цицид, как у меня. И посмотри на мой кашрут. Никто... Это я, как бы, есть... Я... Посмотри на мою мизузу, на мой тфелин, на то, как я... У некоторых люди могут сказать на мою, как я... На мой цнюд, может быть, тоже. Есть вещи, которые мы, если чувствуем себя, что мы делаем гораздо больше, чем остальные, тогда яцрара, вот это вот наше злое, то, что нам движет внутри, она дает нам такое чувство, что мы большие праведники. И тогда, когда я что-то нарушаю, я понебрегаю этим, другим, тогда у нас есть голос внутри, но смотри, но на самом деле ты же большой праведник. А, ты не делаешь там, ты не делаешь там, ты не соблюдаешь что-то. Но смотри, зато здесь ты лучше всех. И это очень опасно, потому что она делает нас как будто мы сытыми, вот теми маленькими обедками, теми, этими хумрот, вот этими устражениями. Она делает то, что потом мы не соблюдаем фундаментальные вещи иудаизма. В этом опасность человека, который становится балмум, он становится неполноценным. Если у человека очень длинная рука, это очень... Это может ему помочь, он может достать вещи, он может хорошо играть баскетбол, но если все остальное его тело не совпадает с этим, если другая рука у него обычного размера, и также ноги, голова и шея, тогда он... Это уродство, это плохо для него. То же самое здесь. Человек должен смотреть, чтобы он был балансирован, чтобы он постоянно рос во всем, чтобы это не была где-то одна длинная рука. То же самое с иммуна. Иммуна — это процесс. Нету человека, который говорит, что вот, я достиг какой-то веры, вот это мой уровень. Потому что на каждый день она может меняться. Постоянно есть борьба, постоянно есть какие-то усилия. Яцарана не спит. Мы постоянно должны принимать решение, как поступить в этой ситуации или в той. Это всегда зависит от нашего уровня, уровня нашей веры. Как рассказывается про Репхайм Воложенер, ученик Вильнского Гойна, который был у него на уроке. Вильнагойн говорил о иммуна. Перед уроком у Репхайма Воложенера у него были страшные зубные боли. Ему сделали компресс, и он пришел на урок вместе с компрессом. Он сидел там, приложив этот компресс, чтобы убрать эту боль. В середине этого урока, где Вильнский Гойн говорил про уровни иммуна, веры и упования, то все заметили, что Репхайм Воложенер убрал этот компресс и положил его. И так продолжалось до конца урока. После этого они вышли, он вышел со своими учениками, и по пути он попросил принести ему этот компресс. Тогда ученики спросили его, что боль прошла, и теперь она вернулась. Он говорит, нет, боль была постоянно. Но во время урока я достиг этого уровня в своей иммуна, что я чувствовал, что мне не надо, мне не, нет никакой нужды для этой компрессии, потому что я как бы есть такой уровень, что человек чувствует, что у него, если какая-то близость к творцу, ему не нужно принимать какие-то усилия, чтобы убрать эту боль. Сейчас я не чувствую этой близости, я чувствую, что мой иммуна, мой уровень упал, поэтому мне нужно опять сделать эти усилия. Мы видим, что это может в течение часа, в течение короткого времени меняется наш уровень, и все зависит от нашей работы над этим. И Бенешхай говорит тоже красивое объяснение, сказано, что когда говорили, было нужно давать махтиса шекел, половину шекела, то в Торе сказано, что тот, кто богатый, пусть не дает больше, а тот, кто бедный, не дает меньше. Бенешхай объясняет это по-другому. Он говорит, что это мирамес, это дает намек на кто такой осшир, кто такой богатый, у кого есть много Торы, чтобы он не чувствовал, что у него есть больше, чтобы его гордыня, чтобы он не почувствовал, что у него уже, он уже насытился этим, чтобы у меня на самом деле есть еще больше, что, чем мне, поэтому постоянно нужно расти дальше. Не прислушиваться и царапи, которые говорят, что ну, посмотри, ты уже так много достиг. Нет. Лойер Бе, не думай, что у тебя больше, чем у тебя есть. И то же самое о ней, человек, который чувствует, что я ничего не знаю, я на моем уровне, я как бы, это безнадежно. Лой Майд, не унижай себя, старайся идти наверх, не подай надеждой. Так что мы видим тоже этот концепт, что не дать я царара вот эту иллюзию, что я уже добился чего-то большого, а постоянно стараться как-то себя усовершенствовать. Здесь я хочу прочитать что-то из Несива Шолом, это Рэбэй Слоним. Он говорит, что как в Торе сказано пен еш бахем шореш поре рош вилана, что оберегайтесь того, что если у вас внутри есть вот этот шореш, этот корень зла, который постоянно распускается и растет. И он объясняет, что если человек в этом мире, он не старается найти вот этот шореш и уничтожить его, он не старается внутри себя посмотреть, где этот недостаток, где это разрушительная сила, которая старается не дать или это лень, или это жадность, или это какие-то страсти, он не старается в себе это найти и искоренить это, то и как узнать, где это, что это, это именно то, что мне сложно. Там, где действительно мне тяжело, это значит, именно здесь находится этот корень зла. Если человек не работает на этом, тогда если человек это не делал никогда, он пишет на Сива Шалам, что ты никогда не достиг и не выполнил своей сути в этом мире. Твоя функция, когда человек поднимается наверх, ему скажут, что ну тебя же здесь опустили в этот мир, чтобы именно добиться, чтобы ты победил вот эту вот точку, вот этот вот корень зла, и ты никогда над ней не работал. Ты думал, что ты делал хорошие дела, ты делал митцво, ты учился, и ты помогал другим, но ты никогда не старался разобраться в себе, ты никогда не смотрел, ты не копался, что вот в этой вот никуда, вот этой вот точке, которая действительно оттуда движется, все эти плохие мы, идут все эти плохие качества, и они как рак, они стараются захватить и уничтожить все хорошее, ты никогда не опустился туда, чтобы это уничтожить, ты никогда не боролся с этим поэтому ты не исполнил человек может вернуться из-за того что он никогда не старался работать далее он говорит что когда вот это вот . человеку и находит он должен к ней относиться опять же как я реквел явор что умереть но не нарушить это это мы должны добиться мисс ирут нефеш на самоотверженность когда вот это человеку очень тяжело на есть люди которые они им легко делиться они дают большие суммы на 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 от садака на благотворительность и и другие вещи но идет как связано что-то с кашрут с кошерной дой или с молитва во время да и это нет и тогда опять же возможно что вот это то что ты делаешь с удовольствием и легко это ты пришел с этим ты родился с этим ты никогда не 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 работал над над этим потому что это твоя вторая это это пришло свое природно натурально поэтому настолько важно именно сосредоточиться на тех вещах которые у человека тяжело которому не даются легко потому что именно здесь чтобы потом через 120 лет когда я поднимаюсь наверх мне сказали что но ты же никогда не выполнил свой тавкит свою функцию здесь и и он объясняет что в торе сказано малтем эс орлас ли вафхэм в орфахэм латик шот и в дворим в дворим 10 сказано что и нужно сделать обрезание для своего сердца и он объясняет что это бритмила вот этот вот союз который обычно мы говорится здесь о сердце что он не что это это сравнивается с гейрус с как человек переходит в иудаизм одно из вещей это кроме миквы он должен сделать бритмилу обрезание что показывает вот это вот делать усилия и все эти физические наклонности все нэфэш он он идет против них то также каждый человек духовно должен пройти гиур должен пройти перейти в слиться с имуна и это сравнивается с умалтем эсли вафхэм нужно делать обрезание своему сердцу и это гейрут пнимиут на это внутренний гиур это недостаточно сделать его снаружи а это должно быть по-настоящему внутри и тогда человек живет полноценным он доходит что он иудишалэм он полноценный еврей в мы видим также это тоже не силы с шалом говорит что когда был исход из египта как мы возвращаемся к этому постоянно что конечно была уже вера вера была что творец были 10 казней но этого недостаточно это было все еще мунат мойах это было все еще вера который в разуме чтобы дойти не только дэму на талев до до веры в сердце но он еще делает это идет дальше есть так еще мунат эйварим муна которая часть нашего тела это все наши части тела они пропитаны мной поэтому нужно было прыгнуть в море чтобы всем своим телом показать что мы действительно живем это ему на этому на над хаим она 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 живая вера они не в теории это нужно было показать чтобы пройти море и достигнуть и заслужить получение торы в это очень связано люди на недавно я говорил с человеком который было очень он был очень беспокоен и страшно было стресс и когда мы с ним обсудили что когда он видит что это испытание то это сразу же успокоило когда он увидел что это испытание это испытание перед ним стоит и он может с ним справиться тогда стресс как будто бы ушел потому что м у на если она находится только в голове только в теории тогда до год у человека его стресс его заботы его переживания они в сердце почему не в сердце потому что в сердце у меня недостаточно ему на мне достаточно веры достаточно уверенности что все что происходит это от творца у меня нет уверенности что это не тот человек а то эта ситуация это это биржа и другие вещи которые мне кажется что это из-за этого поэтому в сердце у меня полно забот не полно стресса как моим рэбе поможет я уже говорил он говорил часто что есть евреи которые говорили что я еврей в сердце я не должен соблюдать и нужно все это делать все эти вещи я просто сердце не что поэтому так много инфарктов потому что сердце это не выдерживает здесь мы видим это что если у меня не хватает у нас остается только здесь наверху я никогда не пытаюсь ее впитать чтобы она действительно моя жизнь была жить этим то тогда я полон забот я полон нервов и полностью стресса я помню когда я был в ешиве и начале каждого зма на начале каждого года то были несколько листиков со всеми именами ребят которым нужно найти хаврусу партнера учили учебы есть утром днем вечером и каждый видел что кто еще свободен они встречались они пробовали подходит это друг другу или нет и так потихоньку с каждым днем имен было все меньше и меньше когда уже имен был совсем мало и те ребята которые там остались им было совсем тяжело именно что один из ребят написал на этом листе он написал в этом от хазаныш эйн эйцэв баулям лимиша макир бёргамет нету грусти нету забот в этом мире для того кто понимает о свете веры еще раз эйн эйцэв баулям нету грусти нету забот в мире во вселенной для тех кто нет грусти для людей потому что если мы видим что ора аймет мы видим все творца тогда не существует такого как эйцэв как грусть как как стресс это не значит что иудаизм это одна сплошная улыбка у нас есть время когда 9 ава у нас есть человек когда сидит на шива на лейну он он трауре и семь дней 30 есть 12 месяцев это есть а вот дат а вы лут есть службы когда человек это делает потому что от него это требуется и это действительно этим он приближается к творцу если кто-то не делает это тоже ведет к может привести к плохим после последствиям но это называется что есть он понимает почему он в трауре он понимает почему если нету быть амигдаш если если кто это связано смертью родственников это совершенно другая вещь но сам эйцэв говорит хазаныш эйн эйцэв баулям лимиша макир бёргамет в вернемся к нашему к нашей истории значит этот талмит этот молодой человек у него безусловно был были шарашим у него были корни его отец он был известным общественным деятелем он много давал делах с удовольствием он делал добрых дел поэтому его шориш его корень обязывает его что когда он слышит что по закон по закону от него ожидается что он дает десять процентов даже от ируша от наследства тогда он идет вынимает эти двадцать одну тысячу шестьсот и передает их потому что это в нем заложено тфилин у него шориш тфилин вот это все что связано с этой митвой это у него было раков это было у него к сожалению очень гнилое очень не нездоровые поэтому он лежал там в этом в шкафу как некоторые расширивы когда они спрашивают мальчика где твой тфилин он говорит я положил его ворон положил его в шкаф они говорят что смотри чтобы тебя не положили в шкаф но здесь он мог спокойно не одевать месяцами и на самом деле позже он делал еще вещи которые еще более хуже чем это потому что это было не часть его он никогда не работал над этим никогда не старался чтобы понять что это значит они паника не пытался чтобы он был полноценным чтобы это было шлемут в его действиях в его вере поэтому это осталось вот так вот шкафу что что было для него мотив то что ему подходило мы видим это часто в это реформистское движение с этого тоже началось все что подходило это мы делаем то что он не подходит это вычеркивается и в ортодоксальном иудаизме тоже есть разные ответвления течения где тоже мы видим что сначала мы должны как бы как сказано что человек который купил себе шапку он видит что она не на вы не сможете она не подходит ему вместо того чтобы пойти к портному для кому-то чтобы он ее сделал больше он начинает себе кромсать и отрезать части своей головы то же самое иудаизм если были есть течение которые стараются его все как-то модернизировать в том смысле чтобы он подходил точно к их жизни к их разуму к их ведению к их перспективы и это очень плачевно кончается поэтому надо смотреть где мои какая вот эта испорченность этих шарашин и туда обязательно их стараться исправить если человек это не делает раббол бы сказал очень остро такое выражение он сказал что человек который не медбонен который не старается думать о жизни думать о себе что кто он такой он радует он пустой это пустота которая не он не сможет никогда начать работать над собой потому что он просто живет просто это он полный рефлексов он просто реагирует на все что происходит вокруг него но никогда не опускается и не смотрит заглядывает вовнутрь посмотреть где его с какими шарашим он родился с какими корнями он пришел сюда и за это ему нет никакой кредит он не может этим гордиться что он смотри какой он отлично себя ведет и на какие шарашим на какие корни ему нужно обратить внимание чтобы они действительно были частью его чтобы они были укреплены чтобы они доходили до его сердца и до всех его и варим до всех его частей тела в закончим еще двумя короткими историями которыми очень показывают что это как это значит в в одном в одном городе в израиле была семья у нее там была дочка которая по всем прогнозам когда должно было прийти время женит выходить замуж должна быть очередь кандидатов которые бы мечтали чтобы она вышла замуж за них и так мама этой дочери она была очень в большом шоке когда она увидела что пришло время выдавать ее замуж но очереди нет и так время месяц два три четыре шесть и тишина она конечно говорила все три лим псалмы и ходила к стене плачи и говорила перакшира и все сегулот и благословения но нет ничего нет проходит год проходит два один день она узнает что у соседей сверху их дочка обручилась и когда он узнает об этом она в полном шоке потому что когда она приходит бегать домой она говорит мужу ты знаешь что они обручили дочкам сверху обучилась до но я же 17 лет 17 лет ей как они могут это делать не выбрасываю это на улицу ну муж и старается успокоить ничего не помогает она кричит она визжит она говорит что смотри что это за семья такая видно что с ней что-то не так и что это за знакомый на там выходе замуж на река то тоже всем что-то и она просто не может остановиться со всеми описывание все какой-то это ужас и кошмар какие-то ужасные две семьи которые такое делают со своими детьми но муж видит что это бесполезно он старается как-то от нее убежать звонит ее сестра из другого города и тут она начинает говорить и то же самое что ты не знаешь за вот эта семья сверху 17 лет девочки они выбрасывают и видно что с ней не так то не так как я бы ни за что никогда бы не разрешила моей 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 дочери жениться на такой семье какая которая участвует в таком таком шедухе и так она просто не может остановиться сестра тоже старается ее испугать но это бесполезно и так проходит еще время еще время и к сожалению тишина проходит еще два года наконец-то есть хороший кандидат для этой девочки и все уже проходит есть согласие с обеих сторон и встреча назначена на следующий день в тот день за несколько часов до этой встречи звонит шатханит звонит сводный человек ну человек который устраивает эту встречу и говорит что та сторона страна то мальчика они отказываются как же так тоже все все уже согласили все организованы они оказались но это мама но она 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 не не может так принять и она звонит скажите мне почему что в чем причина что 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 не хочет говорить но она и заставляет конечно что они скажут что из-за вашей сестры ваша сестра сказал что это не шедух моя сестра да ваша сестра не может быть да она она звонит своей сестре же она живет в другом городе играет что ты слышит и ты что ты сделала как ты могла такое сделать для нас и как ты вообще что случилось она объясняет что что не сказали что ты разрушила ты этот шедух ты сказал что это не чтобы это что вы не встретились ведь я на это ты имеешь ввиду что произошло оказывается та семья какой-то момент они переговорили с этой сестрой и когда во время разговора они не говорили конкретно об этом шедух и но вышло то что та сестра сказала что это семья не подойдет ли моей сестры почему потому что оказывается эта семья их старые старый старший сын он женился на соседке на этой девочке 17-летней девочки она сказала что моя сестра она не захочет чтобы ее дочка женился на такой семье и когда она это услышал на и начать что ты сделала я просто была в гневе я просто была не мы эмоции мой темперамент но на этом это кончилось это мы видим что человек не живет сэмуна сэр если человека есть какой-то стандарт какой-то уровень то даже в тяжелый в тяжелейших ситуациях он не будет себя вести каком-то такой мере это не дойдет до такого в следующем шуре мы дадим другой пример который мы будем что наоборот что человек даже только тяжелой ситуации именно потому что у него ему на он сможет это перебороть и мы вернемся к этому мальчику с твилином скажем продолжение этой истории но пока до следующей недели каждый может начать анализировать себя он должен смотреть какие вещи они действительно ему легко легко пришли и некоторые не значит что все что легко это это уже он с этим родился есть вещи равдесер объясняет что то они ты сработал и есть люди которым было тяжело кушать кошерно и сейчас они даже не могут смотреть на эту еду который не кошерно имеется ввиду они получают награду до конца своей жизни потому что они на этом они работали над этим и так во всем но есть вещи которые нам действительно тяжело и надо смотреть чтобы у меня не было противоречий чтобы я не забывал что эти вещи я не раз слышал от людей что да но это такое есть вот это больше от меня не ожидать потому что вот так вот такая у меня проблема и так я не собираюсь над этим работать ответ что эйсов называется эйсов на что он осуй он готовый он рождается весь волосатый он выглядит гроза стаж он осуй он готовый он именно так себя вел он не что я я я то что я есть и не собираюсь на работу когда яков мог вернуться встретиться с эйсов потому когда у него родился йосеф и йосеф говорит раши у меня теперь есть противо как противояд против эйсов потому что йосеф это добавить по моему это мы уже говорили я постоянно должен от себя требовать добавлять расти чтобы не было противоречий чтобы у меня была иммуна шлема рада шем чтобы был успех спасибо